Сегодня у нас пресс-конференция премьер-министра Республики Абхазии Артура Актеровича Микваби. Тема пресс-конференции – итоги прошедшего форума «Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов». Так назывался вчерашний форум. Хотел бы поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам всем здоровья, счастья с родными, с близкими. Данная программа «Стратегия развития» является органическим продолжением прерывной кампании наедействующего президента Раула Джунковича Хаджи. Были взяты обязательства перед собственным народом, вначале перед избирателем, потом перед собственным народом, и мы их поэтапно выполняем. Мы, когда ее внимательно посмотрели еще раз, то было принято им решение, что недостаточно, надо ее значительно углубить, расширить. И мне кажется, что в течение года работающая группа под руководством Даминия Олега Гнестровича, они работали больше года. Это центры стратегических исследований, но при этом сделали большую работу. Но это было сделано не только силами дирсотрудников центра стратегических исследований. Главы администрации принимали активное участие. Депутаты, ученые, само собой, как вы, мы свои эксперты, я сказал, ученые. Причем работали не только наши, но и зарубежные. Думаю, что за год они не успели бы такой большой объем работы сделать, если бы вообще у центра не было наработок. До этого серьезных наработок, когда была поставлена задача, то им методика примерно была понятна. На самом деле программа очень тщательно расписана, даже скульпулезно. Я думаю, конечно же, это не идеал, она и в дальнейшем должна дополняться, но заложены серьезные основы. Вот почему я, выступая, сказал, что она может стать базой научной школы управления Республикой Абхазии. Потому что она включает в себя очень много социальных систем. Там речь не идет только о экономике, речь идет о политике, речь идет о науке, о нравственности. Ну вот я как бы разные аспекты вам сказал. Я вчера об этом говорил, вопрос тебе нужна или не нужна. Да, она очень нужна. Нам ей может помочь в решении многих вопросов. Во-первых, есть понимание стратегической цели, там они обозначены. Во-первых, нужно выстраивать алгоритм достижения цели. Опять же, я говорю, это не застывшая какая-то норма, это не догмат. Но то, что там определили, какие цели, за 10 лет они вряд ли устраивают. Поставленная задача на данном этапе, эта программа помогает решать. Заказчиком выступал кабинет министров. В итоге то, что ждали, то примерно и получили. Вы сказали о том, что стратегия может помочь в решении многих вопросов. Вот хотелось бы услышать, конкретно каких. И вот вам, как премьер-министру, чем именно эта стратегия поможет? Что для вас в ней принципиально нового, что позволит вам, что изменить какие-то подходы? Или вообще поконкретнее можно? Да, конечно. Я хочу вам сказать, что стратегия прежде всего дает огромную базу для разработки отраслевых территориальных программ. Они, это уже конкретика. Причем она показывает причинно-следственные связи. И говорит, ну, к примеру, если в Абхазии будет улучшаться жизнь людей, будет улучшаться состояние экономики, то и нравственность будет расти. И наоборот, от нравственности зависит развитие экономики. И всех социальных систем, о которых мы с вами здесь сказали. Кроме этого, она как бы показала расчеты, я имею в виду экономические. Ну, с какими-то можно согласиться сразу, с какими-то не согласиться. Еще один важный момент, она показала такой эрационный путь развития. Четко говорится, что у нас одна из самых таких больших проблемных вопросов – это в нашей системе очень много элементов коррупционных. И надо выстраивать ту модель, которая, в смысле, будет, эту коррупцию сводить на людей. В этой программе сказано, например, сколько надо денег потратить на развитие науки, культуры и так далее. Это все, конечно, достаточно относительно, но тем не менее. И мы через, если сейчас взять экономическую часть, через цифры понимаем, какие объемы надо нам выполнять, да и к чему надо стремиться. На самом деле, для того, чтобы им было единство народа, да, ну, во взглядах хотя бы на перспективу развития, то этот документ этому будет помогать. Как вы относитесь к критическим замечаниям, которые вот прозвучали вчера на презентации? В частности, один из выступающих говорил о том, что в стратегии не нашла отражение роль Абхазии в Черноморском регионе. Также было сказано, что нет, использовали международный опыт, а вот просто попытались изобрести велосипед. Вот к таким замечаниям как вы относитесь? Замечания могут быть, но мне кажется, не точности, да, в каком плане. Мы говорим о интеграционных процессах, в смысле, значительно большей системе. Я имею в виду евразийской системы, мы даже не говорим про российскую. В этой связи, как бы, нельзя сказать, что мы не пытаемся использовать. Конечно, пытаемся. Но на самом деле мы с вами строим национальное государство. И чужой нам опыт нужно его знать, использовать, но не копировать. Потому что любое подражание хуже оригинала. И не может быть абсолютно похожей страны, Абхазии, какой-то другой. Скажите по поводу демографической ситуации. Вот вы сказали, что стратегия – это база, которая будет основой проработки дальнейших алгоритмов. Вот есть ли уже конкретные алгоритмы какие-то в сфере демографической? Может быть отражено в бюджете какая-то поддержка, увеличение? Я хочу вам сказать, что молодежная политика, про которую мы сказали, это тоже поддержка решения демографических проблем. У семьи из двух человек не рождаются 3-4 человека. Рождаются там в среднем 1,7, по-моему. Но она цифра увеличилась, но это все равно мало. Это наиболее болезненная вещь для нашего общества. Мне кажется, что в Абхазии выровняется эта ситуация. Но надо его поддерживать. Я с вами согласен. И мы будем делать все, чтобы вот первые шаги, которые мы реально что начали делать. А так мы помогаем, конечно, семьям, когда трудности возникают. Но это разовая помощь после обращения. Она не может решить комплексные задачи, к сожалению. Но будем решать. Программа. Да. Программа, кстати, это есть. Эксперты российские вчера сказали, что стратегии удалось избежать чужих ошибок. Да. Что они имеют в виду? На какие грабли, собственно, мы не наступили? Ну, например, ни в стратегии, ни в нашей практике нету такой дикой приватизации. Я не могу сказать, что она у нас идеально идет, но, тем не менее, она идет под контролем государства. Главное еще, у нас есть разрыв между бедными и помятыми. Но я думаю, что он не такой большой, как во многих странах. И мы, правительство в своей политике пытается этот разрыв не увеличить, а чтобы он оставался бы на первом этапе, не увеличился, а потом, чтобы он начал немножко снижаться. И вот программа «Малый и средний бизнес» направлена на то, что мы с вами говорим. То есть, в программе тоже есть это понимание. Нельзя сегодня управлять, в смысле, эффективно, если нет научного подхода к этим вопросам. А программы связаны с научными разработками. И мы это четко понимаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова